Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И мы сегодня проводим завершающий в этом году урок Торы. Сегодня последний день прошлого года, хотя тоже очень странно, да? То есть сейчас начинается седьмой месяц, вообще, если говорить по еврейскому календарю. Но мы знаем, что вот этот седьмой месяц, он роша шана, он начало года. Очень странно, само по себе вот это, да? Что первый месяц это первая Ниссана, потом идет пятнадцатого Ниссана, это самый важный день, это Песах, да? Песах это выход, исход из Египта, это такой взрыв начала года, взрыв такой энергетический, всего взрыв. Но роша шана называется почему-то первая Тишрея, и это седьмой месяц. Ну мы знаем почему, потому что в этот день был сотворен мир, в этот день был сотворен, не мир даже, в этот день был сотворен человек. Вот это очень важно, понимать разницу. Мир был сотворен. Гриша, шалом, прямо я сегодня постараюсь, я просто никак не могу там, в общем, Гриша знает, что я ему должен сегодня сделать. Очень важно сегодня выполнить все свои там обещания, долги. И, кстати, интересно, что седьмой год, по Торе, в седьмой год прощались все долги, то есть все обнулялось. И сейчас наступает мало этого, что сейчас роша шана, так еще и наступает седьмой год, в который все обнуляется. Седьмой год, когда все обнуляется, год шмиты. Представляете, какой удивительный сейчас момент у нас с вами в жизни. Такое бывает, ну, раз в семь лет, как минимум, да? То есть в следующий раз такое будет через семь лет только, как сейчас. Сейчас обнуляются все долги, в год этот земля отдыхает, и нельзя ничего сеять, пахать, собирать урожай. То есть этот год такой, очень удивительный год, седьмой год. Такой прямо наступает, удивительный седьмой год. Наступает он сегодня вечером, и у нас сегодня остался последний день. Знаете, есть люди, которые очень сильно готовятся, да? Вот очень я от этих людей уважаю. Они умеют заранее готовиться. У меня есть несколько друзей. Они, например, за год уже покупают себе билеты на следующий год. А я не покупаю вообще, например, да, билеты. То есть я знаю, что все может измениться в любой момент, ну, прям в любой момент. Я поэтому билеты покупаю всегда в самый последний момент. А они покупают всегда за год. То есть у меня есть вот прямо двое таких друзей, которые планируют свою жизнь за год вперед. И, значит, те, которые планируют за год вперед, они, конечно, уже подготовились. То есть кроша-жена, они весь месяц делали весь илуль, они делали хижбон-нефиш. Они готовились, они думали, у них запланировано, что они будут делать в Тишрее, в Хишване. Там все, все у них запланировано. Значит, а есть такие люди, которые в последний, заскативают в последний вагон. И вот те, которые заскативают в последний вагон, вот для вас остался, это сегодня, это реально последний вагон. Последний вагон, значит, последний день старого года. И сегодня вечером, когда заходит солнце, начинает Всевышний судить весь мир. Начинается новый цикл. Теперь, значит, мы... Знаете, что еще очень важно? Вот что важно? Давайте разберемся, что важнее всего. Известно, что когда человек умирает, ему задают первый вопрос, который ему задают в духовном мире. Вопрос такой. Кавата и Тимли Тура. Значит, установил ли ты времена для Торы? Время для Торы, постоянное. И, казалось бы, а почему ему такой вопрос задают? Но именно здесь, в этом вопросе, есть глубочайший смысл. Что для тебя важно? Что для тебя было в этом мире важно? Тора – это связь со Всевышним. То есть, Тора вообще... В Кабале, в книге Зоар написано, что Тора и Всевышний – это одно и то же. Очень такая глубокая фраза. Тора и Всевышний – это одно и то же. Потому что Бог – творец мироздания, который сотворил мир. Потом он начал проявляться в этом мире в виде Торы. А потом Тора превратилась в материальный мир. И Тора – это то, что соединяет безграничного, бесконечного, непостижимого Всевышнего с абсолютно твердым материальным миром, с абсолютно твердыми понятными законами. И Тора – она так и устроена. Есть в Торе части, которые говорят о том, как покупать, как продавать, как кушать, как готовить еду. То есть, все... Есть даже такие малейшие нюансы, которые касаются материального мира. И в то же время в Торе есть такие вещи, которые говорят о Кабала, колеснице мироздания, как это все создается, как есть там миры, сферот, как Всевышний проявляется. Даже такие слова тяжело выговорить, да, о которых говорит вот Кабала, и она говорит о самых тонких проявлениях Всевышнего, которые может зацепить человек. И доходит до момента, когда вот сейчас как раз этот сегодняшний отрыв технии Дитании, говорится, что Маше Рабейну, он мог постигнуть, как воля Всевышнего проявляется в качестве хохма, то есть в виде Торы. Вот он это мог постигнуть, он был самый такой сильный из всех пророков. Но как Всевышний с той стороны проявляется в это, заходит, он уже не мог постигнуть. То есть внутреннюю часть Торы он уже тоже не мог постигнуть, представляете? Это вообще очень тяжело представить. Хорошо. Значит, первый вопрос. Кавата и темлю Тора. То есть установили ли ты время для Торы, насколько ты вообще своим желанием и своим намерением хотел присоединиться ко Всевышнему? Это главный вопрос. И это то, о чем стоит молиться. Написано, что есть суд в Рошашина, и всех записывают в книге. В книге живых, в книге мертвых. И что значит книге живых, книге мертвых? Это очень такое понятие живо-мертвое. Вот тело, например, человека, да, вроде бы оно живое, а кусочек от него отрежешь, он мертвый. То есть, так тело живое или мертвое? Есть то, что оживляет тело. Есть то, что оживляет это мироздание, это душа мироздания, это Бог. И живой это тот, кто привязан к Богу. Значит, а как привязаться к Богу? Тора. Первый вопрос. Кавата и темлю Тора. И установили ли ты времена для Торы? Именно об этом стоит молиться в весь Рошашина, вот начиная с сегодняшнего вечера. Просить Всевышнего сказать, Бог, я хочу узнать, познать Тебя, узнать Твою волю, выполнить Твою волю, узнать, что ты от меня хочешь. Узнать, как все работает. Я хочу нигде не ошибаться. Помоги мне жить правильно. Не путать добро со злом. Не обманывать, не кривить душой там и так далее. Но все начинается с того, чтобы понять волю Всевышнего, понять, что такое добро, что такое зло и как в каждой конкретной ситуации надо действовать. Потому что только зная, как работает система, как Тора, это как свет. Ты можешь понять, куда двигаться, какие принимать решения. И я советую тем, кто вот хотят глобально выиграть в игре под названием жизнь, то самая важная просьба, самое важное достижение, самое такое глубинное, фундаментальное счастье, да, это близость со Всевышним. И об этом нужно молиться, и это называется быть живым. Потому что если ты своим интеллектом, своим самоосознанием, своим самоопределением, самоидентификацией идентифицируешь себя как того, кто хочет соединиться со Всевышним, то это ты и есть. Это как раз желание человека является его сутью, его сущностью. И поэтому можно, знаете как, когда там ловили золотую рыбку, и кто-то просил деньги, кто-то просил там здоровья, кто-то просил еще что-то, а кто-то просил у золотой рыбки, чтобы у него был аквариум с золотыми рыбками. То есть важно понять суть, суть, ну вот главную, как бы главный стержень, главный рычаг. И главным рычагом счастливой, правильной жизни является близость со Всевышним и понимание того, что он хочет. Теперь, дальше, дальше все становится понятно. То есть если у тебя есть Тора, все тебе понятно, где делать, как делать, что делать, почему делать, как оно все работает, все становится понятно. И сегодня мы как раз находимся в отрывочке из недельной главы. Недельная глава, когда Машер Абена уходил из этого мира в Эйлех. Он как раз, он как раз выходил из этого мира. И значит он прощается с северистым народом. Вот он говорит. Это он говорит как раз продолжение вчерашнего отрывка, что Когда евреевский народ вышел из Едипта и перешел в землю Израиля, ее населяли народы, которые были идолопоклонники, которые из-за своих грехов Всевышний переполнилась как бы чашей их грехов, а грех убивает. Как известно, грех уничтожает и они, значит, были уже своими грехами присуждены к уничтожению. Но они же об этом не знали, они же идолопоклонники, и евреи, которые в это верили, так как это сказал им пророк Машер Абену, но они все равно боялись. Они смотрели на этот мир и думали, какие страшные эти люди, вот эти вот идолопоклонники. Это были вообще, они страшные. Я был в музее Израиля, смотрел как они жили, какие у них были вот эти идолы, как они, ну такие. У них было главное это запугать друг друга и всех остальных. И вот, значит, евреи боялись. И Машер им говорит, не бойтесь говорить, вы же видели, что сделал только что Бог для двух царей, которые были уже два государства, а до этого евреи уже захватили. Сихон и Олг. И он говорит, ну посмотрите, это же все было вот так вот, прям чудесным образом. Все, не бойтесь. Если Всевышний дает силу, то тогда ничего не может остановить человека. Мы сейчас это видим, вот, чтобы нам было понятно, небольшая иллюстрация. Америка вооружила Афганскую армию, туда там, я не знаю, миллиарды долларов на самое современное оружие. Самые современные там средства связи. Все самое современное, самое крутое. И тут эти талибы, талибы, которые в таких вот, в чалмах с автоматами калашников и вообще непонятные какие-то эти талибы. И все, и американцы ушли из Афганистана, и афганская армия сдалась. Все, нету. То есть, когда Всевышний дает кому-то победу, удачу, успех, против Всевышнего не попрешь. Если Всевышний не дает победу, удачу, успех, тогда, что бы человек ни делал, как бы он ни придумывал, как бы он ни тужился, ни пыжился, ни там умничал и ни собирался, если ему не прет, то все. То есть, как Булгаков когда-то писал, он говорит, вот Аннушка уже разлила масло. Вот какая-нибудь Аннушка уже разлила масло, она везде, это Аннушка, и она везде разливает это масло, на котором люди падают, подскальзываются там и так далее. Это метафора на то, что если Всевышний человеку не благоволит, то все. А если благоволит, а если благоволит, то тогда вообще все открыто, все двери открыты, все получается. И к этому надо стремиться. И дальше в пятом отрывке говорит нам Тора, И дальше говорит Мушарабену, И даст Бог перед вами, да, их перед вами, вот этих вот идолопоклонникам, И сделайте им, как каждая заповедь, которую я вам приказал. Но тут очень интересно, вы не можете делать, вы не можете делать, значит, вы не можете делать то, что вам хочется. То есть есть заповеди, есть Тора, и вы не можете сказать, это да, это нет, это хорошо, это плохо, это сейчас уже правда, это неправда. Значит, все, все, все нужно делать, как по заповеди. Хиску веймцу альтирау. Он говорит, усильтесь и будьте мужественными, крепчайте, вот переведено таким словом, крепитесь, крепчайте. Хиску, станьте сильнее веймцу и будьте смелыми. В альтиру, не бойтесь, в альтиарцу мипнехэм, и не трепечите перед ними. Тиашем элокэха, у аулех и мах, что Бог всесильный твой, Он идет перед тобой, ло и арпэха, в ло и азвэха. Он не оставит тебя, и Он не потинет тебя. Значит, все, это то, что сегодня как раз такой коротенький отрывок. Но что интересно, смотрите, значит, мы видим на примере, на примере, что когда Всевышний дает кому-то удачу, то его ничего не остановит. Поэтому очень важно прямо сегодня выбрать из всех возможных вариантов главный, да, вот это главный, это как джотер такой, это главный в жизни билет, близость со Всевышним. И когда человек выбирает этого джотера, близость со Всевышним, отсюда уже идут все остальные последствия, то есть появляется система координат. Вот смотрите, по разной системе координат, как поступить? Человек сидит и думает, как построить свою жизнь? Если у него во главе системы координат Всевышний, у него совершенно один путь. И мы знаем, царь Соломон нам сказал в Мишле, в притчах, он сказал, во всех своих путях познавай его, и он выпрямит все твои дорожки. Теперь человек говорит, нет, секунду, я из системы координат принятия решения Всевышнего убираю. Что у него тогда остается? У него остаются тогда голоса каких-то людей, которые эти люди, они, каждый имеет свою личную какую-то личную выгоду, назовем это так, да, или выгоду, или мнение. То есть и все, и полная путаница, потому что в мире сколько людей, у каждого Абрама своя программа, у каждого додика своя методика, у каждого пиника своя лирика. И есть Бог, который добро, свет, все, жизнь. Ну все, вот это то, что, конечно, то, что нам Машарабену перед смертью хотел передать. И услышим, услышим, не услышим, не услышим. Дальше псалмы. Идут псалмы, у нас, так как это мы изучаем сейчас Хитас. Идут псалмы, и царь Давид, вот мы можем по его, по его псалмам понять вообще, что когда человек верит в Бога, когда человек находится со Всевышним, это не гарантирует ему, что в жизни его не будет испытаний. Значит, испытания-то всегда будут. Просто каждому Всевышний дает испытания на его уровне. И мы сейчас живем в такое поколение, что у нас испытания, в принципе, слава Богу. Я вот смотрю иногда и думаю, какое счастье, что у нас вот такие испытания. У меня лично, да, что как жили предыдущие поколения, я просто не представляю. Война, это ужас, голод, война, какие-то эпидемии, отсутствие медицины нормальной. Антисанитария, да, то есть была просто конкретно 100 лет назад полнейшая антисанитария. Тут лошади, те на улице все время, это самое, лошадиный туалет. Улицы были лошадиными туалетами. И не только лошадинами, канализации не было, ну не 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, 400 лет назад. Просто была совершенно дикая жизнь. И я думаю, слава Богу, что Всевышний меня поместил вот в это время. И в это время у нас такие, вот давайте прочитаем, что царь Давид говорил. Он говорил так. Значит, избавь меня, Бог, от человека злого, от разбойника сохрани меня. От тех, кто злое замышляют в сердце, каждый день на брань ополчаются. Язык свой заширяют, как змея, яд, аспида под устами их истина. Сохрани меня, Бог, от руки злодея, от разбойника сохрани меня. От тех, кто замыслил поколебать стопы мои. Высокомерные скрывают силки для меня и петли, растидывают сеть на повороте дороги. Ты на это раскладываешь для меня вечно. Я сказал Богу, ты всесильный мой, услышь, Бог, голос молений моих. Господь мой, мощь спасения моего, который прикрыл мне голову в тот день, когда с оружием пришли за мной. Не дай Бог осуществиться страсти злодея. Злому замыслу его не дай сбыться. Они возгордятся вовек. Да покроются головы окружающих меня обманом их собственных уст. Да опустятся на них горячие угли. Повергнет Бог их в огонь, в глубокие ямы, так, чтобы они не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло влечет разбойника в пропасть. Знаю, что произведет Бог суд угнетенным, правосудие нищим. Лишь праведники будут хвалить имя твое. Честные будут обитать перед ликом твоим. Вот многие, кто сейчас меня слушают, они, может быть, и не помнят 90-е годы. А мы еще, те, кто постарше, помним 90-е годы, когда был такой период, короткий период был в жизни постсоветского пространства, когда бандиты, этот псалом, который я сейчас прочитал, 140-й, 140-й псалом, когда бандиты просто на улицах стреляли, когда крали людей, когда бизнесменов обкладывали данью. Мы застали коротенький такой отрывок, это было, может быть, с 90-го года, с 89-го, с 90-го, наверное, года так было, по, ну, я вам скажу, по 2000-е. 10 лет это был период, не такой уже короткий был период. 10 лет мы видели своими глазами, что такое бандиты. Но это, эти бандиты, а относительно того, какие бандиты были во времена царя Давида, это были не бандиты, это были девочки, эти, как с пансиона благородных девиц. Потому что во времена царя бандита, царя Давида, во времена царя Давида, бандиты были как, ну, просто как дети и звери, которые, которые знали, что они по-любому умрут. Вот, да, то есть у них не было, как вариантов остаться в живых. Вот эти вот, которые во времена, там, Александра Мукдона, все. Они звери были настоящие, то есть они просто разрывали людей зубами, рвали, пытали. Я помню, читал, вот, татары-монголы, они в город, когда заходили, они с мужчин снимали живьем шкуру, эту, кожу, представьте себе, вот что это такое, брать и живьем снимать человека, эту. И кидали людей на землю, ставили на них доски, вот так, садились на эти доски и ели. И эти доски им ломали кости, и они над ними вот так вот ели. Это были монголы. Это монголы уже были относительно тех, которые во времена царя Давида, они были уже цивилизованы. Слушай, монголы жили, татары-монголы, когда они жили, ну, может быть, тысячи лет назад, даже меньше. А царь Давид жил где-то 2800 лет назад, тогда люди вообще были просто, ну, совершенно дети такие, они даже страшно рассказать. Вот, и он, значит, вот с такими людьми взаимодействовал. Поэтому то, что мы с вами сейчас живем, но у нас тоже есть испытания. Всевышний каждому поколению дает его испытания. У нас испытания, может быть, ленью, испытания, да, когда все хорошо не делать. У нас может быть испытания скукой, да, в нашем поколении больше всего людей, которые страдают депрессиями, потому что раньше на депрессию не было времени. Раньше человек бегал еду найти, то есть он понимал, что если я сегодня еду не найду, так я все, завтра умру с голода. Так когда человек бегает целый день за едой, у него на депрессию нет времени. А когда у него пицца через 10 минут приедет, или он может зайти в магазин и все купить, тогда у него уже, конечно, депрессия. Он теперь не знает, что ему хотеть. Кушать есть у него, фильмы есть, сериальчики есть, все есть. И он тогда в депрессии. А что же мне хотеть? Что же я так вот такой вот, я недореализовался, не признали меня деньем. Да, может, такое бы тоже. У каждого свои испытания, но Всевышний дает каждому испытание, которое он может в «вы», как сказать, пройти. И везде все равно, во всех поколениях борьба шла за джокер. Джокер – это близость ко Всевышнему. То есть, проходя любое испытание и понимая, что это от Всевышнего, и с помощью испытания соединяясь со Всевышним, можно выиграть. Все, поэтому сегодня очень советую всем включить на полную мощность свою эмоциональную силу и просить у Всевышнего, чтобы он дал год, чтобы была у нас шана това умытука. Это желаю друг другу, чтобы был год хороший и сладкий. Потому что он хорошим будет по-любому, а вот будет это добро приходить сладким путем или не сладким, это вот как раз то, о чем мы просим. Мы просим, чтобы добро приходило сладким путем. Иногда приходит добро через уколы какие-то, да, болезненные для выздоровления. И человек счастлив, он говорит, хук, слава богу, что там только палец отрезали, а не всю руку. Он врача благодарит, говорит, спасибо, доктор, вообще вы мне руку спасли, всего палец отрезали. Это называется, добро пришло горьким путем. А когда добро пришло сладким путем, это когда человеку пришло, он старался, тренировался, получил там сильную руку, например. Он говорит, спасибо Всевышний, год тренировался, рука сильная. Все. И второе, что желают Ктебавы Хатиматова, чем большим людям вы пожелаете добра, тем больше добра на вас придет. Потому что, в принципе, суд, который происходит, та мера, которую человек меряет внизу другим людям, меряют ему с неба. Поэтому очень всем советую сегодня, всем пожелать близким, далеким, средним Ктебавы Хатиматова, побыть сегодня и завтра два дня адвокатом для всех. Включая себя, то есть не надо себя тоже обвинять. Побыть адвокатом и зацепиться за вот эту главную центральную идею, что я хочу, чтобы в следующем году я слышал голос Всевышнего, понимал, что Всевышний от меня хочет. И выполнял то, что Всевышний от меня хочет, чтобы делал только добро, не делал зло и разобрался между добром и злом. Вот это главное, о чем нужно просить. Все. Всем Ктебавы Хатиматова. Очень советую, очень рад, что мы год провели вместе. Портал Воикра, платформа Воикра растет, развивается. Очень рад, что вы помогаете, что вы присутствуете, что благодаря вам и лекторам интересно. То есть чем больше вы будете смотреть уроков и делиться ими, ставить лайки, тем приятнее будет лекторам делиться словами Торы. Чем больше вы будете поддерживать лекторам, можно поддержать каждого лектора, тем больше у них будет сил и возможностей делать хорошие уроки. В общем, не стесняйтесь ставить лайки всем лекторам и смотреть как можно больше уроков и делиться этими уроками Тора. Иногда урок Тора может человеку спасти жизнь, иногда этот урок может вытащить его из огромной ямы. И спасенная одна жизнь, это как спасенный целый мир. Все. Шана Това, Ктебавы Хатиматова. Спасибо.